Дорогой отец Валерьян, вот мы хотели вас порасспрашивать немножко ваши воспоминания об отце Дмитрия Смирнове, который, как нам известно, вас начинал алтарничать и прислуживать в храме. И мы хотели бы вот как раз такие, как вы вначале, как он к вам попал, во-первых, в храм, и какие ваши впечатления были об этом юноше? Вот как, я даже и не помню, честно говоря, как он попал, потому что довольно давно было. Ну, было так, что как-то меня Господь, прямо скажем, сподобило служить в этом храме, потому что, во-первых, я приехал сюда впервые с гробом епископа Стефана Никитина из Кологи, когда он умер в неделю жен Мироносца во время проповеди. Его я лично знал. С ним я познакомился еще, будучи, значит, не женатым, значит, он, собственно, и благословил меня на брак с Натальей Константиновной. Прямо наша потом была своей иконой. Ну, естественно, с ним я познакомился через свою будущую тетёщину. Ну, она, думаю, многие знают, одна из строителей книги об отце Алексея Мичёва. Она была духовным счетом отца Алексея Мичёва, отца Сергея Мичёва. И я с Владыкой уже потом уже, когда я женился, я, буквально, за неделю до смерти я был у него в Калуге. Вот, и поэтому потом... А потом и так как сложилось, что после Переделкина, я служил до этого Переделкина, в наш храм начали ездить молодежь как-то. Не знаю, как это... Я даже не знаю, как. Ну, это Господь устрояет, это не человеческое. Ну, во-первых, отец Серий, конечно, был сам. Личность была уникальная, потому что это... Представляете, 1890 года рождения. В 1911 году он кончил семинарию. Причём семинарию увлёкся революционными идеями, даже дарвинизмом. Да, это я потом... Ну, и хотел... Да, прорабатывал капитал Маркса подпольно. Вот характерно пример таких людей, как относиться к своим оппонентам или вообще к таким вещам. Я почему это говорю? Потому что у отца Дмитрия вот имя тоже тоже было. Почему он воспринял как-то вот он... Он не был так... Ну, всегда как-то снисходительным к своим оппонентам, что меня всегда, так сказать, радовало, что это дух вот тех людей. Так я спросил батюшку отца Сергея, я говорю, ну, и ваше мнение капитали. Он так почтительно сказал, там филигранно всё расписано. Ну, правда, в жизни всё наоборот. А потом упомянул Владимира Ильича. Когда я упомянул, он говорит, а кто это такой? Какой-то публицистишка. Его никто не знал в революционных кругах, между прочим, в революции. Поскольку отец Сергей тянулся и к науке, и к таким вот общественным делам, то он, хотя отец его просил, но он решил учиться дальше. Кончил Варшавский университет, поскольку тут его не принимали больше по семинаре, потому что Академия ведь была выше университета. Потом Киевский политехнический курировал Западную Сибирь по агрономии после революции. Вот, видимо, как так получилось, что к нашему храму стали приезжать представители интеллигенции. Николай Николаевич Третьяков такой был преподаватель двух вузов Судриковского и Евгик, по-моему. Будущие режиссеры приезжали. Тогда, будучи студентом, будучи, Владык Тихон Шевкунов приезжал. Вот. И так получилось, что стали такие приезжать очень интересные люди. И я не мог представить, что это в будущем такие будут известные личности. Ну, отец Дмитрий прислужил у нас там же. Вместе с ним был будущий отец Иоанн Вавилов. Да. А старожилы и будущий владыка Пантелеймона. Тогда Аркадий Шатов он, значит, клянки разбивал, значит, ему нужно было стучать, часы отбивать. Он послушно все это выполнял. Потом уже это же потом появился у нас мы сподобились точнее здесь пребывание отца Тихона Пелеха. Это старец такой действительно тоже образованный человек. Кстати, он тоже как педагог. И отец Дмитрий, ведь у него педагогическое образование это было. это педагогическое образование видно, оно и давало своего рода отпечаток. Потому что вот я, например, я инженер, конструктор. Я до сих пор констрирую. Ну, что теперь сделаешь? Крылова говорит, чем бочка пропахнет, как вином, так будет вином отдавать будет. Квасом будет и квасом отдавать. Вот, поэтому отец Дмитрий очень так все усердно, все наделал так. Ну, наши тут вообще один человек, который с того времени его помнил, Митенька звали, значит, Митенька был очень милый. Ну, вот. Характерно было для отца Дмитрия, что он вот, я знаю, там, мне сказал как педагог, что говорит, батюшка, воспитание это вообще процентов 10, а остальное все свое. 90 процентов. И по этому вопросу воспитания, который у нас сейчас муссируется, вообще, говорят, он непростой. Вот там воспитание, такое воспитание, то воспитание, оно имеет значение, играет роль, как говорят, но при своем тоже желании. Я это сравниваю примерно так, как и все, что касается особенно веры, это двумножителя, принятие или непринятие. Если человек принимает как-то, хоть как-то, но все-таки, ну, и стремится тогда воспитание или какие-то доказательства, они тогда дают результат. Если ему безразлично, бесполезно, ноль, сколько-то нетей, еще он останется при своем мнении. Но самое интересное, если он, вектор его направлен против, отрицательный, то его воспитание доказательства еще больше его отталкивает. он становится дальше, 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 все ищет оправдание своим желаниям, все, в конце концов, при первой возможности разворачивается в другую сторону. Почему говорят, почему ушел из церкви или ушел из семьи там, а потому что, в общем-то, у него не было такого стремления, и он ждал времени или случая. В этом отношении пастырское руководство очень сложная вещь. Поэтому время, конечно, которое возложил на себя отец Дмитрий, когда он кормлял столько всяких направлений, мне так пришлось участвовать в движении церкви-армии с самого начала в Академии Гориального штаба, где Родионов был тогда начальник Академии. Вот. Мы заседали там, когда встречались по себе начало потом к этому включился отец Дмитрий. Потом мне так в общем там причастливилось, потому что это очень интересно, конечно. Там же преподавать курсантом ракетной академии. Мы туда с отцом Дмитрием ездили как раз, и он тоже участвовал потом. Потом постепенно мне уже было сложно в Москве, а я отсюда был ездить. Ну и нагрузка приходская, все. Я потом просил его, чтобы он этим он послушался, вот, иначе стал участвовать. Но потом уже возглавлял эту смесь. Но я уже остался всего-навсего почетным профессором ракетной академии. Вот. Так что ну что сказать. Во-первых, отец Дмитрий был очень жизнерадостный человек такой, оптимист такой, всегда. Ну и все с большим юмором. Вот. Слушаю интервью, когда вот я слушал так, я с удовольствием слушал, как он значит, вел диалог. Меня правда, я говорю, отец Дмитрий, ты знаешь, когда с ним говорили, я говорю, меня такой вот один вопрос так-то как-то ну задачивает. Ну я понимаю, что ты, конечно, представитель все-таки церкви. Ну учился тоже в этом что-то читал, что-то знает. А вот журналист, кто это такой? Он ведь не физик, не химик, не биолог. Кто он вообще такой? Нет, он может высказывать, это его личное мнение, но почему это мнение выставляется как какой-то авторитет? ну правда отец имеет так мягко он не трогал этот вопрос. Ко мне пришлось в средстве, я спросил одного, а вы собственно кто будете? Ну я инженерный механик, допустим, ну штурм МВС, ну это само событие а вы это кто-то будете? Ну это вы где-то начитались чего-то, это любой человек начитались, но это память интересуется. Если вы высказываете что-то мнение, которое вы выбрали из того, что вы читали, это во-первых даже не ваше мнение. И поэтому а согласиться с этим не согласиться? Вы же с чем не согласились, с чем согласились, а почему тогда такое неравноправие? Если неравноправие, о чем тогда говорить? В сущности все сводится к одному. Да, действительно человек делает выбор. Так называем собственного мнения практически нет. Есть мнение других людей, из которых мы выбираем и оно становится как бы нашим мнением. так вообще-то. Вот я думаю беседы такие отца Дмитрия, характерны своей жизненностью такой. Вот он так растет, он здравый просто. На самом деле у него очень милая семья. Я узнал его и папу, и маму. Так сложилось, что обстоятельства времени они возрастают в такое время, когда мне пришлось скрывать, видимо, свое внутреннее отношение, и поэтому я их венчал уже после. Да. Когда уже батюшка подвязался, ну, отец на маму похож, по характеру такой, человек твердый, волевой, сильный. Папа мягкий такой. Так что... А где вы их венчали? Здесь у вас в Акулово? По-моему, я бы здесь велся. То есть они приезжали к вам, да? Да, по-моему, да, здесь. 50 с лишним лет прослушившись, а больше когда я бы все венчал. Вообще, конечно, вот такие личности, они как метеор пролетают, так сказать, оставляют след такой, понимаете. Вот. Потому что на самом деле, вот, скончався в Марии исполнить лето долго. Не так уж ему много было лет сравнительно, но вот может быть господь, но потрудился очень много, конечно, сколько он сделал и как он твердо, решительно высказывался в отношении особенно семьи. Самое главное, что ведь отец крестьян говорил, когда что-то говорят в миру, если что-то здравое, то это украдено нас. Так называем выражение по-моему, Энгерс, семья, основа государства, это взято малая церковь, семья. Поэтому все на самом деле государство, народ стоит, состоит из семей. Семейные устои, они, конечно, очень важны, потому что на самом деле есть такое замечательное слово митрополита Макария Невского, одного из президентов на апостол патриарха, но он был потом по болезни не мог участвовать в этом московский митрополит. Так вот, он говорил, что любое племя, где-то на Алтае, он был тайским миссионером когда-то, оно дольше просуществует как народ, как род любого европейского народа, в котором не будут соблюдать традиции и заветы своих предков. Очень просто. Ну вот, возвращаясь к батюшкиному служению, здесь у вас алтарником, может быть, хоть что-то вы помните, например, ну, хорошо читал, например, или там как-то прислуживал определенному образу. Нет, это так, да? Я уже столько времени вспомнил, кто как читал, тот читал. Ну да, да, да. Я знаю, что-то теплые такие воспоминания, всегда, это он, и батюшка всегда с любовью приезжал сюда, нам всегда, встречали всегда, шутили, батюшка, ну, вы похудели, повтори еще раз. Или такой юмор был, ну, ну, как живете, ваши молитвы, а что, так плохо, да? Всегда с юмором было, это, это, прескость такие, или, как недавно услышала одна катера Божья, говорит, батюшка, вы знаете, я прям, наверное, с ума сошла, что-то такое, натворила что-то такое, он говорит, а у тебя ум-то был хоть? Можно сказать, есть всего, а когда ничего нет, такой у него был, дым вот такой, дым вот такой вот, но он все с любовью, все, главное, все это так, он их там потом сглаживал, как-то все-таки, царство небесное, в общем, можно сказать, что на самом деле, просто, потому что, конечно, есть такая потребность, когда мы тогда начали, дали возможность выступать где-то, говорящие батюшки, отец Дмитрий, отец Аркадий, отец Владимир Воробьев, отец Валентина Асу, отец Александр Садыков, Но вот в компании вот такой священнической среди своих собратьев, какую, на ваш взгляд, играла роль батюшка, как он обычно, вот он? Ну как, он был таким лидером, так сказать, лидером был именно в таком вот, ну, утверждении авторитета церкви, так сказать, такое все там, ну, и поэтому, ну, во-первых, все-таки организационные способности, это организационные способности, это есть, они есть, потому что руководить коллективом, несколькими храмами, конечно, и там домами все, где-то, это, конечно, причем он, и, ездил, перечисляет тоже все, значит, мы вместе ездили, помню, в Химках жена такая, Наташенька мы ее звали, значит, она была, она хектина, рабовожа, который 25 лет лежал на спине, парализованная, параличность дыхательных мышц у нее была, и мы очень ее посещали, отец Дмитрий ее тоже посещал, он, как ты говорил, говорит, привезешь к ней, посмотришь, думаешь, какие наши проблемы, что ты тут, все, говоришь, она всегда такая, улыбается, так, такая приветливая, я когда-нибудь спросил, Наташенька, тебе трудно? Говорит, батюшка, что трудно, ты когда за собой ухаживаешь? Вот трудно, когда они между собой ругаются, кто ухаживает, вот, конечно, для батюшки это самое дорогое, когда его чадо духовные живут в мире, а вот и всех, сколько на это сил тратится, вот, чтобы вот это, это на это обидеться, это на это обидеться, что-то, ну, что обижаться-то, это все, да, как говорил отец, Анн Кристианкин, говорит, мы, говорят, как ковчеги, там и зайцы, и лисы, и волки, не жаль друг другу, а куда денешься-то, так вот, гушует море, ну, уже как спасаться, а он характер приходит, придерживает, мало ли что-то, да, а вот отца Сергия, отец Дмитрий застал здесь, или нету, он не застал уже, только про Ца Тихону, они, по-моему, позже пошли, да, Ца Тихону, он застал, и к нему часто сюда приезжал, да? Да, потому что они еще, отец Севолод же был, тоже отец сел, они, сейчас он сел, и еще отец, Павел Груздев, они, нет, так понимаю, вот я, с основным, правда, так не получилось, сцать, ну и так получилось, я попал к отцу Николаю, как-то стал к нему ездить, чаще, что-то, к Ульянову, так, батюшки, утешался тоже, вообще, конечно, как говорит апостол, благотворение же, общение, не забывая, таковыми жертвами, благождается Бог, то есть, вот это общение, конечно, очень важно, вот, уж потом были заняты, реже общались, ну так, все-таки, да, общались, поэтому, вообще, конечно, когда вот так, такие люди из этой жизни, выйдут в жизнь, конечно, всегда, думаю, что только бы еще могут сделать, а другой степени, с другой стороны, иногда, человек троится, троится, но не все оценивают это, поэтому как-то, а Господь говорит, ну не цените, тогда я заберу к себе, а вот его родители, они как-то у вас исповедовались, да? Ну да, ну так, да, мама-то даже, папа-то, редко, и потом, потом уже, еще жив был мой отец, вот, я и напросил, меня, я был занят, он иногда причащал моего отца. Отец Дмитрий, да? Отец Дмитрий, моего отца, вот сейчас так, я его родители венчал, а он моего отца причащал, он всегда вспоминал с теплом, но и было что-то общее, папа был такой, твердый человек тоже такой, иногда может и резкий, но тоже с любовью, вот это, что-то общее в характере было такое. И отца Тихона, да, батюшка иногда причащал, отца Тихона пел их уже, когда батюшка не очень ходил в храм, да, отец Дмитрий причащал его тоже, батюшка рассказывал, что как-то он пошел его причащить, в домик рядом с храмом, где он здесь жил. Нет, ну батюшка приезжали, когда потом я, иногда, тут тоже, тоже, нагрузка такая, да, я вот сейчас вспоминаю, я уже исполнилась на одном месте, милостью Божией, 50 лет прослужил на одном месте. В наше время редко кто на одном месте служит. Те Дмитрий в Алтуевском шоссе, он пришелся вот сначала, там было, из Вазижинских храма, по-моему, ну, а вот когда батюшка уже стал священником, он к вам приезжал сюда и ради отца Тихона, и просто послужить с вами, да? Ну, когда бывали какие-нибудь у нас тут такие, ну, с памятью у нас, он всегда приезжал, потому что в последнее время уже загружен был. Последние наши поездки были с ним в Ташкент, да, как раз буквально, по-моему, два года приезжали, последний год даже, с отцом Владимиром вместе ездили все, да. Вот тут, конечно, личность отца Дмитрия, так как это было, я увидел его духовное такое вот состояние, которое чувствовали люди и дети. Мы вышли там, его облепили дети, вот они чувствовали там, мусульманские дети, облепили, значит, там даже их милиция, местная полиция стаскивала их, они все равно рвались к батюшке, сфотографировались вместе вообще. Ну, это дети чувствуют, ведь, знаете, вот это, так что мы как раз ездили там, ну, потом вышли там из мечеть, подъехали там, там что закончилось у них, там у них свое там, так сказать, служение какое-то, там выехали, стали как судьми подходить, приветствовать его, тоже, вот это, экуменизм-то настоящий, они так все, мы, конечно, слушаем, то есть, он, по-моему, телевизор-то выступал, часто, наверное, так что, это вот последние, мы никогда, последние годы, когда мы встречались, вместе ездили. А еще вот ваш сын, отец Федор, он служил у батюшки, да, сначала алтарником, потом священником, как-то так получилось, да, ваш сын, отец Федор, да. Я спросил, отец Федор, отец Федор, он у него, потому что он там, ну, мы живем-то там рядом, там квартира, и вот он, тут тоже очень все непросто и характерно, ну, Митрофан Воронежского, а у нас тоже, очень причитал святителя, Тихон Воронежский, Митрофан Воронежский, а Благовещение, это храм, в котором я вырос вообще-то, Зарайский храм, Благовещение, который не закрывался, было во время войны, даже после войны, и он начал прислуживать во время войны, там у нас, в храме, поэтому было особенно радостно, что это мой сын тоже служил там в храме, вот, а потом уже владыка, поделим он, просил, чтобы второго сына, отца Тихона, он в Морфаринской обители там подвязается, мы как-то семейно связаны, так получились как-то, на духовном поприще. Ну, а были какие-то впечатления у отца Федора, вот, когда он, во время начала служения у отца Дмитрия, может быть, он с вами делился? Да нет, я просто был спокойным, все равно, что отца Дмитрия, можно не волноваться, человек, на который можно было положиться и спокойным быть. Как вы думаете, чем вот, по вашему мнению, вот эта батюшкина известность такая, из-за границы и в России обусловлена, с чем это связано? Нет, ну, связано это с тем, что он, по-моему, с информацией выступал, все это, это, у нас сейчас интернет, все это, все возможные выступления, поэтому, есть, ну, на фоне бывал, потому что они ездили все, в Греции, там, соответственно, в Сербии, там, все. Просто он очень был, общался так, свободно так, в таком, в истинном духе, потому что, у нас ведь некоторые, так вот, как-то, это, скажешь, сторонницы, как-то так, вот там, ну, 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 он как-то был такой, в общем, человек общительный, и с ним было легко общаться, все. А, какое основное батюшкино качество, которое бы вам хотелось отметить? Ну, основное такое качество, как сказать, я бы сказал, что у него была все-таки, ну, во-первых, так сказать, твердая вера такая, и любовь у него была такая, к людям, понимаете, работался, он снисходительно относился, к немощам там, некоторым, хотя, строго говоря, в некоторых вопросах я был не согласен с ним, в частности, вот он так легко относился к ношению брюк женщинами, довольно некрасивое явление такое, связанного с эмансипацией женщины, началось оно от того самого дня, который вот скоро будет отмечать некоторые, так называемый, женский день, день свободной любви, другими словами, день проституток был, в общем-то. Вот, предварительные движения они требовали своих последований сходить в брюках, это оттуда идет, да, это написано как Галзефрон, есть энциклопедия, ну, он так снисходя, как, чтобы так-то где-то люди, не тормозило их, вот, все это правильно, но, но все-таки это, но говорить об этом нужно что-то, да, может, относиться к этому снисходительно, но мои дети учились в 31-й школе, я жил когда-то в Страстном бульваре в Москве, он Григорий Иванович Суворов такой, у него была педагогическая работа, был кандидат педагогических наук, и он, где он назывался феминизацией, то есть омужествлении женщин и омужествлении мужчин, причем вот эти ношения одежда такая, расхлябная такая, у мужчины размознение, не мужчины, не поймешь что, женщины, какие-то мужики, не поймешь что, что же, не мужики, говорят, отец Николай, а, Марий Иванович, Марий Иванович, это он шутил, Татьяна Николаевич, вот, так вот, все это не безобидно, при таком вот отношении, внешне, внутренне, человек меняется в худшую сторону, женщины принимают отрицательные части мужского естества, а мужчины отрицательные женского, эта работа есть, правда, ее не где-то есть, но ее не публикуют, ну, как у нас все, у нас редактируется все, как один сказал, режиссер, кстати, он делается, жил в районе аэропорта, наша беда, наших современников, в отсутствии информации и дезинформации, поэтому, вот он пользовался возможностью и информацию доносил, конечно. За что вы особенно любите отца Дмитрия? Есть такой какой-то вот? Да, 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 мы друг друга просто любили, а как можно не любить, когда тебя любят, как можно не любить? Вообще-то живем тогда, когда в любви, поэтому вот наши отношения с любовью сюда, я всегда с любовью, все наши все наши, и Владимир, отец Владимир Робьев, мы все живем, Владыка Пантиневна ездила, дядя Царкадь, отец Малитина Аспас, отец Александр Солыков, отец Солыков, это я же многих знаю, батюшка, как же, да это и есть любовь. Больше того, Владык Арсений Жидановский, это наставили чудо монастыря, расстреляли в бутве, он говорил его слово пасторсти, там у него есть замечательные такие слова, он сказал, когда говорит, апостол Петра в апостольском достоинстве, то он ничего не спрашивает, любишь меня, любишь, любишь, паси овцы, то есть есть любовь, есть пастор, и вот пример отца Демидия, есть любовь, есть пастор, а то администратор от администратора, а любовь есть любовь, поэтому поэтому я вспоминаю Машеньку, отца Демидия, дочку, я ее тоже давно знаю, и вот она отцу села шпилюр рассказывает, батюшка, это подруга у меня такая была, она говорит, как панелист, ну, я не могу, это не пристал, ко мне лучше, ну, ты не обращай внимания, она говорит, ну, она невозможна, ну, 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 прости, батюшка, ну, я не могу, но с большой любовью дай, вот, я смертый, или выдаст, но с большой любовью, вот, поэтому, да, это все, все просто, на самом деле, не так уж много, просто, в разных формах это проявляется, а сущность, она одна. Как ты, батюшка, рассказывал, если я не путаю, что его папа, когда вот ему стало плохо в больнице уже был, что он, по-моему, написал, говорит, ты напиши исповедь, я отвезу отцу Валерьяну, а сам тебя, так сказать, накрою на Петрахилию, да, не помните, да, может быть, да, потому что, это уже давно очень было, поэтому, понимаете, это, как бы, не принято у родственников исповедоваться, но это не, не нельзя, не принято как-то, можно что-то смущать, кого-то, бесплатиться, но благодать Божия все покрывает, вообще-то, на самом деле. А еще вы во Власихе вместе с батюшкой служили, да, во Власихе вместе с батюшкой служили? В Власихе я служил каждый год, как началось, начало священие, ну, поскольку я в архивных войсках, то, значит, мы с Артем Дмитрием, кстати, да, вот, вот, подружали икону великомунического Варвары, вдвоем как раз, там мы всегда вот сужили, в этот раз, я уже один, ну, обычный архивник, кто-то бывал еще, но в этот раз, что-то, в связи с всякими ограничениями всякими, служило только духовенство. А правильно я поняла, что в некотором смысле вы сначала батюшку привлекли для того, чтобы он преподавал военным? Да. Да? А потом уже его назначили возглавлять военное дело? Да, конечно. Сначала он, потому что, знаете, есть такая притча, которую я услышал, она мне очень понравилась. Один приходит к ассоциации, говорит, ну, отче, у тебя все получил, у меня ничего не лазится. Он говорит, терпение нужно. Он говорит, ну, что такое терпение? Терпишь, терпишь, ничего не меняется. Все равно, что воду лишь тонн носить. А ты говорит, дождись зимы. И вот, как раз, отец Дмитрий, это один пример, мы дождались зимы. Не донесешь. Сил у нас не хватало. У него сил-то уже не хватало на все это. Он из нос работал уже. Поэтому и говорит священнику, молитвы Божественной благодать, внимающие и врачующие, и оскудевающие, восполняющие. Сразу, может, даже не вспомнишь, сейчас уже память уже не та, все-таки за 80-х перевалили. Я раньше думал, ну, как там, там, там. А еще в силах 80 лет. А множе их, труд и болезнь. Ну, что ж, ну, все, трудиться нужно. А были какие-то необычные ситуации, в которые мы вместе с батюшкой попадали? Ну, было такое, ну, мы прямой эфир выступали. Мы ему задали вопрос. Он же с армии, так сказать, известно было, что-то он с армией постоит. Что ж у вас там дедовщина такая? Он в лед прямо. Да, говорят, ведь приходят они на полтора-два года, что, таких воспитали. На кого вы пеняете-то? А, и ничего не скажешь. В лед прямо. У него, он мог ответить, так что, ничего не скажешь. Вот это, дар. Почему его любить, потому что он, не стесняясь, говорил, да, такие вещи, как есть. Просто сейчас не могу, многие знают, таких ситуации, он даже находился. Ну, и под конец, батюшка, если сможете как-то нам подсказать, вот своей жизнью, какой главный урок батюшка нам преподносит, дед Митрий? А вот урок-то главный в чем? В том, чтобы быть, во-первых, твердым в вере, насколько возможно, независимо от окружающих обстоятельств. Я сам прошел это. Я не был ни опиенером, ни комсомольцем. Это тогда было непросто. Мне вызывали, говорили, ну, вот. И вот говорить, жить точнее даже, и говорить не так, как все, а так, как нужно. Вот это очень важно. И это вот пример отца Дмитрия. Есть такая поговорка у нас «Век живи, век учись». Но ее почему-то не договорились. она имеет продолжение и очень существенное. «Век живи, век учись, как подобает жить». Вот, оказывается. А вот это и опускает как раз. Так же, как «в здоровом теле здоровый дух». Это не так. Незаметно изменили. Во-первых, автор говорит, нужно молиться, чтобы в здоровом деле был здоровый дух. То есть здоровое тело это не признак здорового духа. А здоровый дух нужно стяжать. Это может быть и не в здоровом теле здоровый дух, а в здоровом теле, князь, может, не здоровый дух. Вот эти вещи, понимаете, как раз не стесняясь. а что стесняться? У нас же свобода, в конце концов. А то получается свободно одностороннее. Ну, ты, Саня, пророк еще сказал, когда две с лишним тысячи лет назад горе, когда будут называть зло добром, а добро злом, причитать тьму светом, а свет тьмою, горькое сладкое а сладкое горькое. Горе, когда будут люди умные в своих глазах и мудрыми перед самим собою. То есть на эту тему есть более резкое выражение в Библии. Вы видели человека мудрого, в общем, или в глазах его. То есть он считает себя дурака больше надежды, чем на него. Это Библия. У нас никто не знает Библию. А там такие перлы. Иногда есть такой инициатив наказуемый. Такой давно написан при Соломоне. А звучит это так. Отвечать прежде вопросом безумие. Или там полез мудрый молчить до времени безумие без времени. Не знаю просто. Очень важно Слово Божие. Там столько наставлений. Вон тоже своей пророк мне задали вопрос. Как в одной из президентов молодые были. Я говорю как я отношусь я их не знаю кто-нибудь такие. Но Исей пророк сказал от лица Господня о том что отступили от меня. И стали ходить вслед чужих богов. Я от от нему от вас и разумного правителя. Не разумного и судьи и архитектора и начальника и судью правителя дам и дам вам юношей князей и ругатели будут управлять вами. Или еще там есть. Вы говорят оставили бога женщины и дети. Он говорит о свободе. Свобода что такое? Что такое свобода? Хорошо свобода права на неравенство. если свободен отец, то есть муж, не свободна жена, свободна жена, не свободен муж, свободны дети, не свободны родители. Вот и все. Об этих вещах я говорил часто. Почему? Иногда некто коробил. Он резко говорил. На самом деле так и есть. Равенство и свобода. Да они рядом не стояли никогда. Лозуги эти. переравенства свободы не может быть. Один будет пьянствовать, ругается вокруг, крутится, один орет, пускает, что другие должны. Он свободный, а ты что тогда? Знаете, это все. Вот поэтому отец резко сказал вот таким вопросом по жизненным, бытовым вопросом. почему иногда раздавались голоса? Ну это их дело, а ему царство небесное. У нас две проблемы сейчас, мировые, человека и профессионала, между прочим. Человек, чтобы был именно настоящий человек, честный, добросовестный, все это уже попробуйте найти их. и профессионал настоящего, учится чему-нибудь и как-нибудь, он объявили какой-то конкурс, какая-то фирма на замещение директоров и инженеров. Инженеров девять человек или десять, а директоров двести подают заявление. Двести человек десятью инженеров или управление будут. Их не в смысле что-то голова-то на месте, что ли? Кстати, отец Дмитрий не виноват, мне признали. Одна говорит, батюшка, институционное направление, а он говорит, да ты не беспокойся, скоро это образование и это образование никому не нужно будет. А вот профессионалы средних профессий, они будут в цене. Ой, а теперь менеджмент по менеджменту. Какая профессия? Да это не профессия. Дальше были слесарь, токарь, там, понимаете, было. Ну, хоть водитель даже, столер, плотник, печник, каменщик. Ну, иди, говорит, его. Да, вот как раз в этом отец Дмитрий и высказывался. У него было такое, да, вот почему с одной стороны кто-то действительно был рад, что наконец говорят об этом, а другим человек кому-то не очень это. Ну, это уже дело каждого. Демократия. Я недавно услышал, есть такое Нобелевское премие, слышали, да? А кто такой Нобелев был? так вот, нет, так вот, ну, нет, человек-то думающий, серьезный. Он так высказался, что такое демократия, это толпа идиотов, которыми управляет кучка подонков. Нобелевский, Нобелевский, вот демократия, ничего себе. Эйнштейн, когда говорят технологии, заменить живое общение, мы получим поколение идиотов. а если мы еще кучка подонков управляем, то будет демократия. Так говорят ученые. Это я цитирую просто, а уж там я ни при чем тут. Вот отец Дмитриевич он так и резал такие вот вещички, я знаю у него были. Почему я его любил в этом отношении, что он так и ставит. Хоть если он скажет, а то так люди не услышат никогда. даже как того Моженштейн спросил, каким видом оружия будет вести Третья мировая война. Третья не знаю, но четвертая дубинка мировая Так что да, много интересного. Чем отличается православная церковь вообще христианская от других вероисповедной, между прочим. Даже вероисповедная не конфессия, вероисповедная тем, что у нас есть, символ веры, которого нигде нет. Он был утвержден не одним человеком, не Магомед сказал там, или Будда, который там высказал, Румакришна какой-нибудь, Великанада высказал какой-нибудь маститель Лао-цзы, кто там где-то. Одним словом, это семь вселенских соборов в течение нескольких веков, и каждый утверждал все это, и возникал новый вопрос, который решался. И это не одним человеком, и не большинством, а единогласно. У нас на это не обречать внимания, на самом деле, самый серьезный вопрос, и самый наглядный. свидетельство свыше. Ну, пожалуйста, огонь сходит, он сходит. У нас некоторые батюшки даже, это там что-то делают, там что-то не к спектаклю. Стыдно слушать, когда говорят такие, будто бы священнослужители, это их дело. Потому что я знаю священнослужителей, отец Геннадий Заридзе, он ученый, он был на схожении огня, ввел в пламень, серверную пластинку, навел на нее аппарат ультразвуковой, 42 градуса. Это уже зафиксировано наукой. Потому что они не знают, конечно, я понимаю. Как интересно, надо же. Да. Мне интересно, в чем-то беда, что это никто не знает. Вот я был, вот мы говорим о других там вероисповедных, почему это принимали-то? Мы были с отцом Дмитрием, где там гробница Данила Пророка в Самарканде. Они очень почитают ее, очень почитают, а Пророк-то он наш, наш Пророк почитает ее. Так что не только Магомед, оказывается. Во-первых. Во-вторых, там клумба такая, фисташковые деревья там росли и засохли. Пять или шесть лет сухие стояли. Молодежь спереди, говорили, старики сказали, не трогайте, пусть стоят. Приехал наш патриарх, Алексей Второй, там источник, Святой Водок крапил их, они теперь распустились, плодоносит. Это факт, который рассказывает нам, мусульмане. Об этом никто не знает. Но это факт. Он с Азоном Дмитрием там. Мы лично. У меня есть фотографии там мы стояли. Он был... Понимаете, есть свидетельство выше. Вот у нас сейчас униаты там, круть свертится. Такой ведь был момент-то в истории церкви нашей. Был? Вот смутные времена такие. Стали спорить, а что спорить, говорит, пусть Господь явит. И решили осветить воду и униаты, и православные, и запечатцы озуды. И все, и молились, сзади. Через 40 дней, даже через 20 дней раскрыли православных, как кристалл вода и благухает, а там протухло все. Но об этом не говорят. Это Григорий Ильиченко есть такой, писатель духовный наш, магист богословия. Об этом никто даже не знает. Даже имя-то его не знают некоторые. Я все равно батюшке говорю, а кто это такой, ничего себе. Вот наше просвещение называется. С большими изъянами иногда и одностороннее. Это все факты. Вот эти атеисты так называемые. Простите, но я же был в Самаре. На этом месте, где Свя Николаев, Зоя Стоянин, Зоя. Это же было. Там отцепили, когда это было. Не пускали. Если ничего нет, что отцеплять-то? Было что-то. И было действительно. Там обелиск Свя Николая на этом месте. Я был там. Что нам говорить город Зарайск, это моя родина. В 2014 году одна раба Божия великая пьяница вдруг рассказывает. Входит ее в крестник и пьяный еще. Ну, конечно, к маске готовятся уже. Она не посвоилась. Вот у нее отняли телефон. Я им давным хватил монтировку, ее сын захватил и побежали. Она не успела даже хватить. Сейчас будут драться. Матерь Божия говорит, ну, недопустимо, что твой сын был распят, они будут друг друга убивать. И вдруг слышат голосы. Не волнуйся. Я послал Николушку Зарайску, он разберется. Она Матери Божией молилась. Проходит некоторое время, вдруг подъезжает машина, выгружает ее мальчишка. Сын входит, мама, это невероятно. А что такое? Только мы собрались с кирпичами, явился старик высокий. Вы что тут засеяли? Прекратить. За какой-то игрушки друг убивать собираетесь? Или иначе я позову Михаила и Серафима. И они все разбежались, побросали все. И телефон вернули. Это записано, но никто не знает. Это люди живы сейчас. Оттуда свидетельства. Ну, что после этого говорить? Я не могу дойти на отрицание Бога, прежде чем не сойду с ума. Когда отец Дмитрий с кем-то беседовал, не помню, кто-то, а я не верующий. Ну, Пирогов про тебя сказал уже. До него еще пророк Давид обезумит сердце им есть Бог. А что тут? Да нет, вы знаете, свидетельство я вам сказал, свидетельство это доказательство. Если есть, все тогда понятно. если нет, бесполезно. Вот почему проповедь его были такие обличительные. Он говорит, я свистяюш в этом так-то действительно так есть. А никто не говорит. Ой, что делать теперь? да и, видимо, вот он говорит, говорит, а никто не слушает Господи. есть такое предсказание, что Господь заберет, не будет давать ни старцев, ни наставников, потому что некому будет слушать. Он говорит, образование разрушают, да никто не хочет учиться. Для кого образование-то? Они не хотят просто учиться. Знаете, сейчас у нас юмор блестящий, конечно. Медицинский вуз говорит, там, когда учатся, готовят филишировки докторов, а кто не учится, работают кисторого хранения. Готовят. Это современный юмор. Два друга встречаются, говорят, как тебе относятся дети? Как к Богу? Да как? Да говорят, что хотят, только помощь просят. У нас блестящий, говорят. Чтобы лечиться, но иметь крепкое здоровье. Это точно. Хочешь заболеть, говорят, иди к врачу. Хочешь умереть, ложись в больницу. Вот сейчас на каждом шагу. Это просто не мой юмор. Я просто пересказываю, напоминаю. Вот этот юмор был у батюшки. Он любил эти вещи. Почему я вспоминаю его так. Всех не помнишь все то есть, то можно почитать что там. То можете пусть почитает. Ладно, спасибо большое. Царствами небесные, его молитвами, его молитвами нас укрепи, чтобы здесь. Когда это начались всякие, это еще раньше было, когда отец Сергей говорит, жизнь какая, нужно уходить. Отец Сергей говорит, орлов что делать? Если Господи оставит, даст силы. Так что мы надеемся на их молитвы, что Господь нас даст силы Слово Божие возвещать, передавать своим потомкам. Это очень важно. Есть такое разрешение, похвально идти путем предков и прямым путем. Мы говорим, а есть дети, у нас есть книжечка такая, брошюрка. Может быть, здесь есть? Есть, она там лежит. Высказывает детей. Так вот эта брошюрка там, там совершенно потрясающие вещи. Это дети говорят. по крайней мере, около на 30 лет, потому что это мой племянник, отец Серафим. Причем так, не то, что такой церковный, ходил в церковь. Мальчишка сидит, болтает ногами на заборе и говорит, подходит, а тот сидит и рассуждает. к ним подходит, он говорит, как трудно быть Богом. Все видишь, все знаешь, всех нужно терпеть и всем прощать. Ничего себе. Так сформулировать, а лет пяти это, да кто тут, как это такое? Или другой ребенок, вот отец недавно кстати умер, мне рассказал, идет с дочкой, стоит на платформе, а муж с женой ругается, он едет в церковь, а те на дачу едут. Вот ребенок а что они ругаются? Он пытается, а то трудно понять, когда с одного другой перескачивают, и как ему ребенка беседит. Смотрел, не любят, поэтому ругаются. И все сказано в двух словах. И другой ребенок вот там пишет, когда входишь в этот храм, чувствуешь себя неодиноким, не защищен неодиноким, тебя охраняет Господь. Вот только почувствовал. А другой мальчишка пишет, девчонка, когда я выходил из храма, я почувствовал, что это пустое во мне стало заполненным. Это не экскурсии, это духовное ополнение с помощью храма. Это девятнадцатилетний ребенок. Почему говорит, а чего ходит ходить? А вот ребенок скажет, для чего в церковь нужно ходить. Чего храм нужен. Вот это, что вы, свидетельств столько примеров, забывают, потом забывают, и вот это, гоняются этим пеной пузырями мыльными, вся проходит и пройдет. И с чем останешься? Это какой-то там тоже рассказывает там, советует сходить в храм, почувствовать свою душу и поглубже задуматься. Такой совет старческий, это ребенок двенадцатилетний говорит. Ну что, почитайте. Я очень люблю это, потому что дети, обычная школа, никакая, и семья там, не знаю, там интернационал целый. Там один Мухамед, это Вартасян, Кабалев, имена, фамилии какие-то, я не понимаю, смотрю, что же они такие? Вот так вот. Да, христианство это жизнь, как говорил мой отец. Христианство это жизнь, я не философ, я там все в жизни, все это есть, оно есть. Жизнь, собственно, только тогда человек живет, когда он живет в любви, в мире, в таком, это не жизнь, ни себе, ни людям, как говорят. сегодня Николай Веронидович говорила, что духовное возрождение начинается, тогда человек начинает о ком-то заботиться, а не о себе. Поэтому песенка была такая сутенческая. Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в злобе, лучше быть нужным, чем свободным, это я знаю по себе. Интересно. Ну, а в Зальце откуда? Свобода, ну, свобода, помните Александра Сергеевича Пушкина, когда Негин сначала качевряжился, перед Татьяной Бремя, узы гименея, там, все это, а потом хватился, роспрошел, смотрел на свое, кого надверг и говорит, свою постылую свободу я потерять не захотел. Постылую свободу назвал, как есть. Действительно. Дальше. С ее безздравственной душой, себе любивой и сухой мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Вот почему я вспомнил, потому что у Пушкина сражали, кибит нас сразу, говорит, с мужчиной, а вот откуда взят? Вот он сказал, кипящим в действии пустом. Ну, ему очень хорошо тоже. Михаил Юрьевич Лермонт, мне нравится его высказывание. «Бричайне я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, опять, или темно, а между тем подбременем познания того, что я знать не нужно и сомнения в том, что на самом деле нужно бездействие состариться. забываемо все это. Когда проходили, имя проходили мимо, а нужно задуматься, посмотреть и... Проходили, но проходят же в школе, тогда еще, конечно, дети, они не могут это осознать. да, я-то тогда тоже проходил это все, хотя некоторые вещи, но я художественным чтением занимался. Будь гражданин, служа искусству, для блага ближним живи в своей кении подчиняя чувства всеобнимающие любви. Добролюбов. Учили нас хорошо, слава Богу, Царств Небес я к тебе мгнушила. У меня ученица была 95-го года, 90-го, тогда, ну, 800 лет, если. Еще серьезно. Ну, и, значит, ученица в Ривене, ну, это было по 50-60, наверное, тоже сколько там было. Учитель это звание очень высокое, на самом деле. настоящий учитель, учитель хороших вещей. Даже апостол, пир апостол, тоже пророкий третий учителя Бога постала в церковь. Вот, как раз, отец Дмитрий учителем был, как раз, и в жизни это, и в церкви учителем был. Царство Небесное. Я ... Я ... ... Я ... Продолжение следует...